так ну давайте начнем здравствуйте сегодня у нас идет второй вебинар по теме тему у нас давали эти операции в 1s erp мы рассматриваем новый функционал который появился в версии 2 5 8 171 напоминаю что мы с вами тестируем по сути дела новый формат вроде бы первые занятия первый вебинар прошел достаточно успешно напоминаю вам что этот формат состоит в том что мы с вами не слушаем вот этот мой общий рассказ на тему а как именно отражается давать эти операции системе мы решаем сквозную задачу которую думаю мы вот там в приложении как-то повесим и у вас вот для освоения нового функционала который 1s включил свою свою очередной релиз у вас есть возможность посмотреть вот эту самую задачу и потом если у вас там что-то не получается просмотреть уже постфактум вебинар и попробовать сделать те же самые действия но уже самостоятельно там смотрите как я делаю делать то же самое вот ну на первом в первом блоке я рассказывал о нс и и мы с вами по сути делали по сути дела сделали вот эти четыре действия с первого по четвертый сейчас мы пойдем дальше ну не знаю нам удастся там дайте до 18 пункта значит сразу же первый момент который я хотел вам показать есть картинка да значит вот смотрите на прошлом занятие у нас был вопрос связанные с отражением в регламентированном учете вот этих вот операции товарищем сырьем насчет смущал на самом деле что ну правильно что смущало мы сделали с вами три документа ну проводки вот по этому документу я так понимаю особых вопросов не вызвали 1007 1001 а вот здесь здесь уже вопросы у нас возникли почему пошел вот такой вот возврат на 1001 ну и почему в отчете переработчика тоже не совсем корректно проставили счета значит тут на самом деле все достаточно просто в принципе сказать этот ответ напрашивался но я все-таки взял тайм-аут для того чтобы еще раз свериться с теми указаниями которые дала 1с до 1с никаких особых условий тут не вводила поэтому для корректного отражения в регламентированном учете для корректного формирования проводок да наталья мне передавали в этом по моему насчет когда менеджер вам озванивался сказали что у вас получилось я прослушал спасибо большое а вот значит я просто на всякий случай хочу пояснить где именно вот эта настройка осуществляет основные моменты здесь следующие вы осуществляете соответствующую настройку для номенклатуры то есть вы должны поставить правильную группу финансового учета и в группе финансового учета покажем все у нас есть возможность указать какой-то счет по которому на складе эта номенклатура должна учитываться и по которой она должна учитываться в переработке но вот соответственно здесь мы и указываем все что нам необходимо значит сразу хочу сказать вот в этих настройках но это чисто по моему опыту здесь тоже бывают ошибки я помню там неправильно привязывались вот эти вот счета к складам но это конечно история годичной давности сейчас вроде бы там все нормально вот и вторая настройка на которую стоит обратить внимание для того чтобы у вас правильно все отражалось так давайте я вот тут вот все окрою значит у нас используется договор переработки в этом договоре переработки в учетной информации вы тоже можете указать как я сейчас располагируем разрешу редактирование реквизитов значит вот здесь так нет значит вот здесь вы тоже можете создать данные связанные с объектом расчетов с переработчиком и указать как именно отражается расчета связанные с услугами ну и вот это вот как раз новый функционал возможен выкуп того что там произведено но вот здесь соответственно расчеты по выкупу указывать в принципе это может быть указано не здесь вы можете непосредственно в рао в отчете переработчику подобные вещи задавать здесь тоже предусмотрена группа финансовых расчетов ну как вы понимаете для того чтобы добиться хорошей степени автоматизации лучше конечно чтобы подобные настройки они не задавались каждый раз когда вы оформляете документ а качались из нормативно-справочной информации вот ну вот это то что касается счетов так ну хорошо значит пойдем дальше я не буду тогда переключаться значит просто пункт буду зачитывать и его делать итак пункт 5 который нам надо сделать это передать переработчику 5 штук заготовок 001 и 5 штук заготовок 002 обращаю ваше внимание что здесь мы не оформляем заказ то есть переработка то есть передача она будет вне заказа осуществляться так 5 штук заготовок 001 5 штук заготовок 002 идем в документы передачи переработку и создаем передачи товара передачи переработчику указываем переработочка все что нужно у нас заполнилась так и давайте подберем заготовка 0 0 1 5 штук и заготовка 002 тоже 5 штук значит у нас заготовка 001 предполагает учет по серийный поэтому серию давайте укажем посмотрим что у нас есть у нас нету свободных остатков похоже значит давайте мы этот вопрос быстренько проверим ну да действительно мы заготовки все израсходовали у нас здесь ничего нет поэтому давайте мы закупим принципе ничего такого сверхъестественного нам делать не надо прошлый раз мы это уже делали с вами приобретение вот она заготовка 001 заготовка 002 поэтому я здесь просто сделаю копию поставлю скажем вчерашнее число все правильно все правильно давайте значит сделаем приобретение возвращаемся в передачу сырье переработчику и снова указываем серию так нету остатков правильно не остатков нету почему потому что склад ордерная и нужно еще сделать приемку действительно у нас есть основания для оформления приемки создаем ордер так значит здесь я просто укажу 10 штук и прямой это тоже 25 числом статусов у меня в ордере нету мне его достаточно просто провести закрыть еще раз пытаюсь отгрузить ну все замечательно программа работает так как должны отгружаем ушли вот эти количество смотрим следующее задание которое у нас есть значит это я отмечаю как сделанное следующее оформить акта неполной поставки осуществить до поставку заготовки 002 давайте мы с вами это сделаем значит каким образом каким образом мы это с вами сделаем вернемся к документам передача переработку вот он новый документ который мы с вами создали и давайте посмотрим которые какие документы мы здесь можем создать на основании но это проще всего до акта расхождениях после передачи сырья переработчик вообще хочу сказать что не так часто это используется в том числе при внедрениях но во всех вот этих вот актах расхождениях там довольно занятный функционал вот их в общем его в общем то можно отдельном вебинаре разбирать значит и так что у нас есть мы отгрузили заготовку 001 заготовку 002 и мы должны сделать что не полная поставка предположим заготовку две заготовки 002 у нас не довезли почему неважно по документу 5 фактически пришло 3 вот расхождения минус 2 комментарии но бог есть значит предположим никто ничего не прокомментировал и мы решаем как обработать расхождение ну поскольку мы решили что у нас ну предположим это там водитель наш потерял при перевозке всякое бывает мы признаем вот эту недостачу при передаче и решаем что будем допоставлять вот такой вариант решением будет что есть мы можем уже поставить статус отработанная и ради интереса давайте пойдем в отчеты по производству и посмотрим ведомость по товарам хранящихся хранящийся хранящимся у переработчиков так ну вот давайте смотреть у нас пока числятся там пять штук причем этот пять штук я так понимаю за сегодня у нас и образовались вот пока у нас ничего не поменялось значит почему вот в этом документе в этом документе я говорю что тут есть очень своеобразный функционал есть вот такая интересная диперссылка оформить документы и значит вот здесь диперссылки которые мы видим они нужны как раз для того чтобы скорректировать то что нужно скорректировать или дооформить то что нужно дооформить мы изменяем передачу сырье переработчику изменения выполнены и смотрим еще раз видите поменялось теперь мы передали только три штуки и второй момент мы оформляем передачу сырье переработчику для передачи недопоставленного товара оформляем вот у нас программа нам сформировала этот документ заготовка единственное что ну вот это вот какой-то атовизм у нас эта передача идет не по заказу вот так вот заказ мы не делали значит провести и закрыть и вот мы все сделали вот причем я еще раз говорю вот это вот это прям для отдельного вебинара потому что тут настроек которые есть вот в этом акте расхождения на естественно при обычном там продажа оформляется при закупках тут очень много там оформляются разные документы сам по себе функционал интересный так ну хорошо мы с вами добились того чего хотели давайте еще раз посмотрим пять пять штук ради интереса я сейчас еще попытаюсь добавить аналитику если получится получиться вот так вот давайте ну вы видите да по одному произошла передача и еще две передачи делали так хорошо значит вот эту вот задачку мы тоже решили оформить акта неполной поставки и осуществить до поставку заготовки 002 на этом у нас задача не закончилась следующий седьмой пункт оформить пересортицу по сериям заготовки 001 предположим вот мы передали переработчику пять штук заготовки 001 а он нам и говорит что на самом деле вот пришел то не 1 2 3 4 5 а там 1 2 3 4 5 только три штуки а две штуки ну совершенно другого другой серии что делать в этом случае так нет закрывать не буду ой ну ладно значит это я закрою идем опять в документы переработку передачи в переработку и создаем давайте смотрим какие количество документов у нас здесь есть ну и наверное нам здесь сейчас поможет такой документ как пересортиться товаров у переработчика открываем переработчик у нас основной статья списания статья списания ну здесь не будем заморачиваться сделаем вот так приходовать по себестоимости списания орион товары добавляем у нас заготовка 001 так у нас правильно 1 2 3 4 5 заготовка 001 новую серию мы сейчас с вами зарегистрируем так ну скажем вот ну понятно сделали и здесь ставим две штуки ну как бы обычная ситуация совершенно по сути дела обычный документ пересортится провести и закрыть так что не хватает подразделения подвес на департамент провести и закрыть провелось у нас добавился еще один документ и давайте проверим по ведомости что у нас сейчас там творится ну вы видите что прошло вот это вот изменение давайте я не буду смотреть старое посмотрю только новое вот прошло изменение и теперь у нас вот эти вот две заготовочки с разными сериями лежат так оформить пересортицу седьмой пункт сделали восьмой пункт две заготовки 001 мы возвращаем назад предположим мы подумали ну вот эти вот 5 4 3 2 1 ну что это вообще за фигня такая вот вообще непонятно что это давайте мы будем возвращать назад и с поставщиком разбираться мы еще по срокам годности не ведем конечно но теоретически то он может быть вот поэтому такая ситуация тоже возможно вот эти вот мы сейчас с вами вернем документы передачи переработку создаем поступление товаров возврат от переработчика есть у нас возврат от переработчика заполняем реквизиты переработчик тем 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 все корректно добавляем заготовка 001 две штуки указать сериям у нас есть две серии мы выбираем вот эту ну как бы все вот тут что-то надо ну вроде нет провести и закрыть провели провели смотрим вазурат прошел все нормально что еще надо сделать значит напоминаю мы работаем с ордерными складами с ордерными складами нам пришлось работать потому что у нас предполагается учет по сериям учет по сериям он скажем так нормально без ордерного склада работать не будет поэтому нам сейчас надо чтобы все действительно назад вернулось пойти в склад и доставку приемка и мы увидим что у нас вот здесь ожидается оформление до прихода от переработчика создаем ордер так есть все нормально нам в принципе достаточно провести и закрыть ну вот все вроде хорошо назад вернули закрыли тему следующее оформить порчу трех заготовок 002 и 10 мы их еще должны списать давайте значит у нас есть документах передач в переработку порчи товаров у хранителя значит порчи товаров у переработчика ну вот давайте заполняем показать все нет стоп приходовать по себе стоимость списания добавить мы списываем заготовку 002 а испорченный вот тут сейчас у нас будут проблемы испорчены у нас нет значит вот смотрите здесь мы над напарываемся еще на одну проблему это уже реально проблема вот связано с тем как построен учет некачественного товара в 1с к сожалению значит дело в том что качество качество не является каким-то разрезом учета качество является реквизитом номенклатуры не всегда вот это решение это решение такое не всегда его можно считать удачным на самом деле вот многие там мои клиенты они в общем таким подходом 1с были не очень довольны ну вот предыду предыду там в пп насколько я помню по-другому немножко это строится но вот тут как есть так есть и либо надо искать какие-то обходные пути там или дорабатывать либо просто нужно значит идти тем путем которая 1с сошла правильно то есть значит мы создаем еще один одну номенклатурную позицию ну пускай она будет негодно так в принципе вот то что вы видите это просто карточка номенклатуры вот создание качество негоден ну давайте тогда тут так и напишу все остальные у нее показать у этого товара показатели те же самые давайте нажмем записать и закрыть и вы видите что мы сейчас это можем выбрать с вами причем учтите что мало указать там наименование указать негодность значит мы еще должны здесь задать вот какой момент дать связку на товар другого качества но она видимо у нас вот здесь проставилась вот эти то есть мы видим что есть связка по градации качества так значит давайте мы указали и давайте пишем три штуки оформим порчу трех штук значит оформили порчу так организацию не указал оформили порчу подразделение то же самое порчу мы оформили и еще раз проконтролируем ситуацию по ведомости по товарам на складах ну вот видите у нас порча оформлена вместо трех нормальных у нас три негодных так и мы это еще должны списать давайте мы с вами это сделаем так давайте мы с вами это делаем производство создать отчет успеств о списании товаров у хранителя переработчик так организация орион значит товара давайте с вами подберем готовка 0 на 2 негодно три штуки все и не знаю чего у нас осталось вот эта вот вещь в принципе у нас списание товаров у переработчика списание товаров у переработчика это списание наших товаров то есть в результате списание у нас появляются какие-то убытки которые мы должны на какую-то статью отнести значит давайте я создам какую-то новую статью ну я не хочу на себе стоимость списывать давайте на финансовый результат я спешу на финансовый результат на финансовый результат списание сырья у переработчика вот ну и я думаю что здесь я аналитику какую буду использовать ну можно либо переработчиками номенклатура укажу номенклатура ну вот все нормально на всякий случай вид расхода по основной деятельности но не буду сейчас в этом разбираться прочие расходы так значит ну все вроде сделали списание сырья у переработчика берем аналитика расходов так ну как бы все значит давайте проведем и закроем отчет о списании сделаны контролируем ситуацию да ну и сделано не то вот а нет негодно я списал да все верно значит вот у нас осталось этой позиции 0 я еще раз хочу подчеркнуть что вот то что я сейчас показал вот это списание это списание которое создает убытки у нас то есть это что может быть это какое-то бракованное сырье которое мы получили от поставщика однозначно вернуть его ему не можем ну как бы переработчик здесь ни при чем поэтому мы ему говорим там ну выброси просто а вот там у себя мы его списываем себе на убытки либо там скажем истек срок годности вот тоже пожалуйста мы на убытки это списываем если у нас поставщик если у нас переработчик там что-то потерял или как-то еще утратил с творческим образом в этом случае естественно используется не списание там есть другой документ так давайте мы с вами отметим порчу мы делали так давайте на секунду я вернусь да если вы мне скажите как пока у вас воспринимается материал все нормально продолжаю или вопросы какие-то появились после каждого кейса задают вопрос вопросов нет у вас нормально все хорошо тогда поехали дальше значит следующая наша задача как будет выглядеть значит мы снова запускаем переработку мы снова запускаем переработку нам надо оформить производство пяти штук вот этих самых узлов значит давайте мы это с вами сделаем у нас уже что-то подобное было еще раз проверим у нас есть три штуки заготовки 001 две штуки заготовки 002 создаем заказ переработчик у ну по сути дела да давайте я скопирую то что есть чтобы лишнее не делать в принципе все нормально произвести надо проверю пять штук произвести надо пять штук возвратные отходы так и остаются так нет не делали ну тогда это предположим без возвратных отходов у нас будет в конце концов у нас с с возвратными отходами мы уже разобрались материалы работы смотрите нам потребуется вот это вот заготовки отгрузить сколько заготовки потребуется отгрузить две штуки 3 мы передали раньше у нас вот здесь уже три есть то есть нам надо поставить две и и и и значит давайте посмотрим значит заготовка 002 ее надо отгрузить три штуки две мы передали раньше и вот здесь давайте я скопирую 1 укажу склад просто все укажу ну вот все в принципе сделано давайте проверим услуги по переработке но пускай они остаются такими же доставка доставка не надо ну давайте попробуем на согласовании нормально к так к выполнению здесь не заполнена колонка дата отгрузки поставил так я сделаю отгружать одной даты даты сегодня так есть да и пробуем еще раз все нормально все в порядке все сделали значит теперь мы на основании этого заказа переработчика делаем что передачи недостающего сырья так не хочет так еще раз давайте проверим отгрузить все нормально к выполнению давайте проверять давайте проверять отгрузить 26 08 сегодня все правильно так передан ранее давайте посмотрим к обеспечению все доступность у нас есть отгрузить отгрузить все нормально иди давайте посмотрим к обеспечению 3 до все хорошо отгрузить все нормально давайте проверим еще раз провести Вещи. Значит, есть вот вообще этой схеме одна беда. Давайте попробуем вот так вот сделать. Может он... Значит, есть тут одна беда. Значит, он при формировании документов в ряде случаев глючит в случае оформления документов одним днем. Давайте я еще раз попробую. Передача сырья переработчику. Вот не хочет. Давайте тогда я попробую вот так вот подобрать товар по заказам. И вот так вот перенесу. А, стоп, 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 стоп. Вот, почему-то не хочет. Так, давайте посмотрим на всякий случай вот сюда еще. Возможно, он здесь еще от нас что-то требует. Вот, похоже, похоже, похоже здесь у нас идет вот какой момент. Так, похоже, это с этим связано. Не доглядели. Значит, давайте создадим ордера. По всем распоряжениям мы эти ордера оформим. Ну, да. Сделали. И пробуем еще раз. Заказ. Передача сырья переработчику. Нет. Все равно не хочет. Так, давайте я еще раз это сделаю. Сейчас. Сходно, ордер. Обружаем. А, статус тут еще. Я помню, в прошлый раз у нас та же самая история была. Передача сырья переработчику. О, вот все. Наконец-то. Перебороли. Значит, ну вот здесь еще раз напоминаю, что с ордерными складами надо очень аккуратно себя вести. Вот, они могут напоследок напакостить. Вот так вот. Значит, их специфику надо учитывать. Так, давайте, значит, передаем. Так. Так. Мы должны оформить производство и после этого оформить возвращение двух узлов. Оформить возвращение двух узлов. Давайте мы это сделаем. Снова на основании заказа поступление от переработчика. Делаем. Предлагает вернуть пять. Мы вернем две. Указать серии. Ну, какое-то то же самое поставим. Не суть важно. Значит, у нас есть какой важный момент. Давайте я пока отменю. Вернусь в заказ. Значит, смотрите, какой у нас есть важный момент. У нас при возврате, при возврате, не обязательно вот этот вот узел должен поступить на склад. У нас получатель ордерный склад, но мы можем вот так вот сделать. Мы можем списать на расходы, но в этом случае нам действительно надо создать новую статью. Значит, тоже будет на финансовый результат, на финансовый результат. Тоже сделаем по номенклатуре и назовем это списание продукции от переработчика. Конечно, ну, немножечко вот такая дурацкая получается у нас картина, зачем мы вообще это заказывали, если сейчас хотим списать. Ну, я несколько упрощаю ситуацию. Подобные вещи лучше, конечно, делать, если у вас работа какая-то приходит, например. И вот эта вот картина, она получается очень удобной в том случае, если вы хотите сделать следующее, вы там кого-то нанимаете, чтобы он вам сделал какую-то работу и передаете ему какие-то материалы. Вот вы материалы передали, он вам какую-то работу сделал, вы ее получаете и списываете на какие-то расходы. Так, номенклатура, это я сказал, прочие расходы. Вот, ну, пока мы давайте разделим эти строки. У нас в новой будет 3, в новой мы пока списывать не будем. Так вот сделаем. Так, и теперь давайте смотреть, что нам нужно. Делаем поступление от переработчика. Вот, но от переработчика мы можем принять только 3 штуки. Значит, вот я еще раз вам показываю вот эту вот ситуацию. И я вот сейчас, к сожалению, заболтался, а у нас уже время поджимает. Поэтому давайте вот мы сейчас с вами на этом моменте и остановимся. Значит, я себе отмечу, что мы с вами дошли до 11 пункта, и у нас еще есть до 18. Соответственно, ну, Ирина, я, наверное, буду у вас просить третью серию, если вы не возражаете. Чем отличается поступление от переработчика от отчета переработчика? Поступление от переработчика фиксирует материальные ценности, которые вы от переработчика получили. А вот отчет переработчика должен сформировать их себестоимость. То есть туда будут включены все расходы, которые переработчик понес. Понимаете? И вот это вот три документа, передача сырья, поступление от переработчика и отчет переработчика, это как бы вот классическая триада, которая формирует все, которая формирует вот данную группу операций. Все остальное, вот то, что мы сегодня с вами разбирали, это дополнение. Значит, ну, вы видите, что нет. Или вы имеете в виду, можно ли вообще обойтись без заказа? Ну, в принципе, можно, но довольно муторно. Давайте тогда я себе помечу, и вот этот вот вариант работы без заказа отдельно мы рассмотрим на следующий раз. Я тут поставлю себе девятнадцатый пункт без заказа. Да, конечно, использование спецификаций сильно упрощает жизнь. Как именно спецификации оформляются, я рассказывал на предыдущем занятии. Вот посмотрите, пожалуйста, запись там это есть. Тем более, что вы понимаете, ну, вот то, что я показывал сейчас, да, ну, тут простенько все. Я ни каких сложных, ни какие сложности не влезал. И операция-то, в общем-то, такая простенькая. Если вы передаете там что-то такое эдакое, и там у вас уходит сырья три десятка позиций, и причем там расчет какой-то там не один к одному, а какой-то усложненный, ну, конечно, со спецификацией работа сильно ускоряется. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok